В век цифровых технологий делать добро проще, чем кажется. Например, чтобы перевести денежное пожертвование, потребуется мобильный телефон и несколько минут вашего времени. Средства поступают в благотворительные фонды, откуда уже осуществляется адресная помощь. Один из фондов направлен на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Очень большой фонд, который называется «Красная гвоздика». «Красная гвоздика» – это благотворительный фонд, который оказывает помощь ветеранам, исполняет их мечты. Туда можно сделать какие-то свои пожертвования, либо на больших массовых мероприятиях, таких как на параде 9 мая, можно приобрести брошь со знаком «Красной гвоздики». Она символизирует победу нашего народа в Великой Отечественной войне. И тем самым эти пожертвования, деньги, на которые вы приобрели данную брошь, будут направлены в данный фонд. Чтобы рассказать людям о фонде и его работе, участники Ленинского отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» организовали акцию «Спасибо за мирное небо». Мы застали ребят в одном из торговых центров города Видное, где они раздавали посетителям информационные листовки и браслеты акции, а помогали добровольцам юнормейцы нашего муниципалитета. Люди с интересом смотрят брошюры, изучают их и точно так же помогают ветеранам. Их и так мало остается. Обязательно надо им помогать. Вырученные средства будут направлены на высокотехнологичную медицинскую помощь для ветеранов. Но денежные пожертвования – не единственный способ поддержать наших героев. Участники акции предлагали людям вступить в волонтерский штаб, чтобы взаимодействовать с ветеранами, которые не могут выходить из дома. Мы сейчас оказываем адресную помощь, то есть нам звонят в колл-центр, мы принимаем заявку и приносим продукты человеку, которые находятся дома, непосредственно не выходят на улицу, мы ему приносим продукты. Либо человек заказывает лекарственные препараты какие, мы сходим в аптеку и принесем ему на дом. Попутно волонтеры раздавали посетителям торгового центра маски. Ведь сейчас на территории Московской области, спасибо, действует постановление об обязательном ношении средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах.